В Харькове начался суд над учительницей, пытавшейся продать свою ученицу. Напомню, в конце ноября прошлого года правоохранители задержали преподавателя Любатинской школы-интерната для одаренных детей, Девусвит. После уроков женщина вывела 13-летнюю девочку на улицу и пыталась усадить ее в чужую машину. Тогда правоохранители заявили, что семиклассницу хотели продать на органы, потому что учительница предоставляла покупателям медицинские справки этой девочке. Четыре месяца педагог пробыла в СИЗО. Сегодня ученица и ее наставница встретились в суде. Семиклассница Оля Парня пришла в суд вместе с мамой. В ноябре прошлого года за 10 тысяч долларов девочку пыталась продать ее учительнице украинского языка Галина Ивановна. Она должна была посадить ребенка в чужую машину. С того дня прошло четыре месяца и все это время с Олей работают психологи. Она стала замкнутой и не доверяет людям. Мама Оля говорит Галину Ивановну после ареста видит впервые. Хотим посмотреть ей в глаза, чтобы она нам сказала, чтобы она нам ответила, зачем она нам такое сделала. Нет. Время прошло уже немножко влюбленность. Прощать никто никому не вводит ничего. Такое не прощают. Это не курица, это ребенок. Сегодня предварительное заседание по делу. Учительница Галина Ивановна входит в зал суда с высоко поднятой головой и на свою подопечную даже не смотрит. Поделиться лучше. Совести хватает. Для журналистов подозреваемая в торговле людьми Галина Коваленко подготовила целую речь. Дескать, вины своей не признает и извинений от нее не будет. Вы решили зациковать учительку. Я невинную. Я стала жертвою. Вот. И я буду это доказывать в суде. Чего бы мне не стоило. Все. Без комментариев. В прокуратуре говорят, доказательств вины учительницы собрали достаточно. Прослушали десятки часов аудиозаписей, на которых Галина Коваленко предлагает купить у нее девочку. Женка майже рік вмовляла маму цієї девочки отдати дитину до цього интернату. Наголошувала на то, что девочке будет лучше. А замість цього вона уже за пів року начала шукати покупців на дитину. Досить довго тривали пошуки. И, наконец, вона, на счастье, натрапила на правоохоронців. За попытку продать свою одаренную ученицу на органы, педагогу грозит до 15 лет тюрьмы. Судебный процесс начнется 4 апреля и будет проходить в закрытом режиме. В прокуратуре настаивают на том, чтобы во время слушания дела обвиняемую содержали под стражей. Считают, она может оказывать влияние на свидетелей. Дякую за перегляд!